Актрису Лидию Федосиеву Шукшину без преувеличения можно назвать настоящей легендой советского кинематографа, который до сих пор помнит и любит отечественный зритель старшего поколения. Хотя её жизнь и прошла в окружении красивых и успешных мужчин, крепкой семьи и настоящего женского счастья у актрисы так и не случилось. Лидия Николаевна обратилась к внучке с последней просьбой. С какой мольбой обратилась прославленная актриса, а также о непростых отношениях звездном семействе вы узнаете из нашего видео. Родным городом Лидии Федосиевой Шукшиной стал Ленинград. Она родилась 25 сентября 1938 и вместе с родителями пережила тяжелую осаду Ленинграда. В общем, фильмография народной артистки насчитывает более сотни кинопроектов. Личная жизнь актрисы была не менее насыщенной и яркой, нежели её творческая карьера. Первый раз Лидия Федосиева вышла замуж в студенческие годы за Вячеслава Воронина, сокурсника по ВГИКу. В 1960-м в их семье родилась дочь Анастасия, которую отправили на попечение родителей Лидии в Ленинград, поскольку молодой маме неинтересны были пелёнки-распашонки и заботы о муже, который также больше был занят своей карьерой, нежели делами семейными. Вскоре и сами супруги стали жить и работать в разных городах. Он по распределению в Киеве, а она в Москве. Дочку навещали редко. На съёмках картины «Какое оно море» актриса встретила Василия Шукшина, главную любовь всей своей жизни. И вскоре ради своего актёрского будущего и новой любви Лидия оставила первого избранника и маленькую дочь, которую с пятилетнего возраста растила мать Вячеслава. Последующее десятилетие актриса была счастлива в браке с Шукшинем. За это время звезда экрана подарила двоих дочерей любимому мужу. Однако семейное счастье резко оборвало трагедию. Шукшин скоропостижно скончался от инфаркта миокарда. Когда его не стало, их старшей дочери Маше было 7 лет. Кончина Василия Макаровича поставила жирную точку в золотом периоде актёрской карьеры Лидии Николаевны, которая после его смерти взяла двойную фамилию. И хотя вдова называла Шукшина главной любовью своей жизни, горевала о легендарном режиссёре недолго. После его смерти в скорости вышла замуж за режиссёра Михаила Аграновича и забыла о статусе вдовы. И хотя Агранович старался воспитывать дочерей как своих, но так и остался для них отчимом, которого девочки называли просто Мишей. Да и с Лидией Николаевной как-то не совсем сложилось. Спустя десятилетия они развелись. У актрисы тут же появилось новое увлечение – польский художник Марек Межиевский, с которым в скорости не только зарегистрировал отношения в ЗАГСе, но и обвенчалась. Многим тогда этот брачный союз показался классическим мезальянсом. Марек без стеснения стал жить на иждивении популярной актрисы, а то, что и удавалось ему заработать своим ремеслом, тут же пропивал. Спустя лишь четыре года Фидосеева Шукшина выставила за порог своей квартиры Альфонса, навсегда вычеркнув его из своей жизни. Спустя время, несколько лет Лидия Николаевна жила в гражданском браке с известным продюсером Барри Алибасовым. А вот в 2018 году пара решила узаконить свои отношения. Но этот брак также оказался недолговечным – через два года последовал громкий развод. Впрочем, и неудивительно – никто, даже близкие люди, не верили в искренность этих отношений. Самая, пожалуй, черная страница жизни актрисы касается старшей дочери Анастасии Ворониной, которую Лидия оставила в возрасте пяти лет своему мужу. Девочку до 14 лет воспитывала бабушка по отцовской линии в деревне Тамбовской области, а после папа забрал дочь к себе в Киев. После окончания школы Анастасия поступила во ВГИК, на режиссёрский факультет. Приехав в Москву, Анастасия стала искать встречи со своей родительницей и решила ей позвонить. Нашла в справочнике союза кинематографистов её телефон, дозвонилась и сказала, что заедет повидаться. Но когда в назначенный день позвонила в дверь, ей никто не открыл. Соседка сообщила, что Лидия Николаевна уехала на дачу. Дочь попросила передать матери киевский торт, цветы и исчезлой жизни народной артистки. Через два года Анастасия забросила обучение во ВГИКе и забрала документы. Тогда же она познакомилась с африканским военным Нельсоном Франсишко из Анголы. Они сыграли свадьбу. В 1985 году родилась их дочь Лаура, и муж увёз Настю к себе на родину. Однако обострившаяся в африканской стране война в корне изменила жизнь молодой семьи. Всех годных к службе мужчин мобилизовали, а женщин по возможности эвакуировали. Вместе с ребёнком Анастасия выехала из страны, получив немногим позднее известие о смерти мужа. Похоронка оказалась ложной. Спустя несколько лет овдовевшая девушка узнала, что супруг жив и даже успел обзавестись девятью детьми. Забота об общей дочери легла на хрупкие женские плечи. Тогда Анастасия находилась в бедственном положении, поэтому решилась на нелегальную работу. Транзит запрещённых веществ. За попытку провоза наркотиков она провела в колонии три с половиной года. Даже в это тяжёлое время Лидия Федосеева-Шукшина ни разу не навестила дочь. Такого поступка матери женщина не смогла простить. И даже когда в 2009-м у Анастасии родился внук, которого назвали Мартином, Федосеева-Шукшина лишь через 10 лет согласилась повидаться с мальчиком. Однако эта встреча была только пустой формальностью. Мать и дочь по-прежнему оставались чужими друг другу людьми. Поэтому даже спустя долгие годы они не смогли наладить отношения и забыть прошлые обиды. Мария Шукшина пошла по стопам своей матери не только в актёрском мастерстве, но и в поисках женского счастья. Впервые она вышла замуж в студенческие годы, родила дочку, но вскоре рассталась с супругом. Через некоторое время последовал второй брак, который также закончился разводом. От этого союза родился сын, которого назвали Макаром. В третьем браке Мария родила мальчиков-близнецов – Фому и Фоку. Но семейная жизнь вновь не заладилась, и она снова развелась. К 50 годам Мария стала бабушкой двоих внуков – Вячеслава и Марка. Первого внука родила старшая дочь Анна, а второй родился в 2018 году от отношений 19-летнего сына Макара с девушкой Фреей Зильбер. Третья дочь актрисы Ольга в юности решила продолжить актёрскую династию, поступив во ВГИК. И даже снялась в нескольких фильмах, но актёрская работа ей была не по душе. Поэтому, получив после совершеннолетия отцовское наследство, она уехала искать счастье за границу. Путешествовала по Америке, Европе, пробовала алкоголь и наркотики, жила распутной жизнью. И, растратив немалые деньги, вернулась на родину. В юном возрасте Ольга безрассудно вышла замуж, с подачи матери сделала два аборта, после которых, к счастью, смогла родить сына от гражданского брака с афганцем Абубакиром Кабуловым. Мальчика назвали Василием в честь деда. Но отчество у сына Ольги – Николаевич. Документы оформляла её мать и записала ребёнка по своему собственному усмотрению, не спросив у дочери. Однажды Ольга решила уйти с сыном в монастырь, чтобы искупить свои грехи и за загубленные нерождённые души и за свою распутную жизнь. А спустя много лет, вернувшись в мирскую жизнь, оказалась в центре скандала с разделом московской квартиры отца, что в конец рассорило семейство Шукшиных. Ольга и по сей день не общается с сестрой Марии из-за имущественных споров. Зато со старшей сестрой Анастасией наладила крепкие родственные связи. Сильным ударом для Лидии Николаевны стал развод с Барри Алибасовым после двух лет брака. Последние месяцы их семейной жизни сотрясали скандалы, связанные со спорным имуществом актрисы, которую продюсер якобы незаконно переписал на своего помощника. Разоблачив законного супруга, Федосеева Шукшина лично подала исковое заявление о расторжении брака. После развода стало известно, что артистка находится в специализированном учреждении для пожилых людей. Её младшая дочь решила отправить знаменитую мать в пансионат. Который по сути являлся домом престарелых. Шукшина-младшая заверяла, что её прославленная родительница находится в отличных условиях, поскольку в учреждении есть не только специалисты, но и насыщенная программа по восстановлению. При этом с сёстрами и другими родственниками Ольга не посоветовалась. На днях Лидия Федосеева-Шукшина выступила с публичным обращением к родной внучке Анне Трегубенко. Причиной стал очередной семейный скандал в семье. Как выяснилось, Ольга решила, что племяннице не нужна её доля в четырёхкомнатной квартире в Москве. Анна, в свою очередь, заверила, что половина квартиры – её собственность по закону. Несколько лет назад Лидия Федосеева-Шукшина переписала четырёхкомнатные апартаменты в банном переулке на своих дочерей – Ольгу и Марию. Мария, в свою очередь, передала право собственности своей дочке Анне. Трегубенко продавать свою часть квартиры пока не хочет, дарить тёте тоже не намеренно. Лидия Николаевна умоляет внучку отказаться от своей доли в квартире в пользу Ольги. Пожилая актриса выступила с публичным заявлением о том, что её жизнь подходит к концу, и эта просьба, возможно, будет последней. «Квартира должна перейти Ольге. Она мне помогает восстанавливаться. Считаю, что это преступление – делить квартиру писателя, актёра, режиссёра Шукшина и актрисы Шукшиной. Мне очень недолго осталось, мне 85 лет. Я хочу, чтобы эта квартира осталась как память о Василии Макаровиче и обо мне», – заявила Лидия Николаевна. Дело в том, что Ольга решила сделать из квартиры раздора музей именитого отца Василия Шукшина. Конечно, никакие деньги Анне за её часть апартаментов она отдавать не собирается. Ольга Шукшина не подпускает к актрисе никого, с Лидией Николаевной нельзя связаться даже по телефону. Когда Анна хотела прийти и поздравить бабушку с 85-летием, её и на порог не пустили. Букет для старенькой родственницы девушке пришлось передавать курьерам.